Товарищеская встреча женских команд началась с упорной борьбы. На 10-й минуте счет был открыт пенальти желто-зеленых. И до конца первого тайма кубаночке удалось противостоять противнику и защитить свои ворота. Для них и для нас это первый матч в этом сезоне. И безусловно он скомканный. Игроки немножко, я бы так сказала, суеты очень много. Они пытаются что-то такое сделать фееричное. Но я думаю, что ничего, связи будут налаживаться и у нас, и у сборной команды России. Сейчас просто это первые такие пристрелочные встречи. То есть анализировать и делать какие-то выводы по этим матчам не стоит. Основной состав женской команды Краснодарского края сейчас готовится к чемпионату России. Он стартует 19 апреля и продлится до 15 ноября. А молодежный состав сборной России готовится к международному турниру «Кубанская весна» и отборочному элитному раунду чемпионата Европы. Сочи сборная России тренируется с 30 января. Товарищеский матч с кубаночкой – хороший опыт для того, чтобы подготовиться к ответственным стартам, уверены тренеры. С командой высшего дивизиона любой матч для нас важен, ценен. Поскольку сейчас пришлось упрощаться и сборы в Турции перенеслись в Сочи, в связи с этим возник вопрос о спаррингах. Я считаю, что с кубаночкой идеальный вариант на сегодня с точки зрения подготовки остановился состав. Мы с Татьяной Владимировной заранее разговаривали на эту тему, и я говорю, что остановился состав. Для нас это прекрасно. Второй тайм начался вновь с поражения ворот сборной России. Попытки забить ответный мяч оказались тщетными. В итоге желто-зеленые завершили игру со счетом 2-0. Следующая встреча женского состава сборной России и кубаночки пройдет в субботу, 7 февраля. Татьяна Нагорская, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.